Депутат на час. Представители средств массовой информации примерили на себя роль народных избранников. Что делать, если вы потерялись в лесу? Советы специалистов. День России и День города. Какую развлекательную программу подготовили для саровчан в честь праздников? Далее расскажем обо всем подробно. Целесообразно ли сохранить заречные бани и нужно ли отменить бесплатные завтраки в школах? Эти два вопроса вошли в повестку необычного заседания Думского комитета. В роли депутатов в нем выступили журналисты саровских СМИ. Труженики пера микрофона на протяжении почти двух часов спорили, обсуждали, отстаивали свои позиции. В итоге, как и депутаты, решали вопросы голосования. Что из этого получилось в следующем репортаже. Обычно на заседаниях в Думе журналисты сидят на этих местах и молча следят за обсуждениями депутатов. Но сегодня все изменилось. Представителям СМИ позволили на один час примерить на себя роль народных избранников, сесть за этот стол и принять участие в обсуждении ряда городских вопросов. Все очень серьезно. Повестка, необходимая для понимания вопроса документы и материалы, председатель заседания и спикеры по темам. Чтобы высказаться, депутаты Думы созыва 6+, так окрестили наше журналистское собрание действующие народные избранники, как и положено по регламенту, поднимали руку. У каждого из присутствующих была своя сформированная позиция по каждому пункту. Сложность заключалась в том, чтобы абстрагироваться от личного восприятия и выступить именно в интересах горожан. На каждом из этапов обсуждения журналистам помогали настоящие депутаты. Если я сегодня в роли депутата все-таки процентов на 70 руководствовала с личным опытом, отношением, то меня все время они осаждали, говоря о том, что все-таки это мнение народа. То есть я увидела, что наши депутаты все-таки стоят на страже интересов людей. Вопросы в повестку заседания попали непростые. Обсуждали журналисты возможное закрытие заречных бани, судьбу бесплатных школьных завтраков. И оказалось, одно дело выпустить в СМИ материал на эти темы. И совсем другое – принять решение, которое учитывало бы и интересы избирателей, и возможности городского бюджета, и существующие нормы законодательства. При этом важно услышать друг друга. Точку в спорах традиционно ставило голосование. В итоге журналисты-депутаты большинством выступили за продажу заречных бань. Семь за, три против. И против отмены бесплатных школьных завтраков. Пять за, против четыре, воздержалось двое. Мы получили, наверное, тот результат, который хотели. А именно, мы увидели свежий взгляд на известные проблемы. И я скажу, что очень многие мысли, они будут полезны, и они наверняка будут даже использованы в дальнейшей работе. Игра в народных избранников понравилась всем журналистам. Но мое личное ощущение, которое совпало с впечатлениями некоторых коллег, в депутатов действительно лучше лишь играть. Не такое уж это простое дело – решать судьбу города. Требует навыков, знаний, терпения. А еще это огромная ответственность. Так что мы с большим удовольствием уступили депутатские кресла их законным владельцам. Здесь я поняла, насколько это действительно тяжело, что нужно думать не только о нуждах жителей своего округа, но и, наверное, жителей в целом, и о том, что и бюджет страдает. В общем, вообще, я им не завидую и никогда не хочу стать депутатом. Лидия Шилаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Саров-24. На своем смартфоне. Программа была придумана в Пензе и взята на вооружение во многих городах России, в том числе и в Сарове. Таким образом, в интерактивном режиме, в системе интернет, можно увидеть, как перемещается общественный транспорт по городу. Перемещается весь общественный транспорт. У нас прошли переговоры со всеми перевозчиками. Это и муниципальные перевозчики, и коммерческие перевозчики. Первым шагом к созданию системы «Умный транспорт» в нашем городе стала установка информационного табло на одной из остановок. На нем отражается название маршрута и время прибытия. За год обычный интерактивный табло превратился в полноценное мобильное приложение, которое в ближайшее время будет совершенствоваться. Мы сейчас продолжаем развивать эту систему, и уже ее переносим на платформу «Чисто Саров». Вот знаете, что есть такая платформа. Она у нас активно развивается. Значит, там она будет интегрирована и более усовершенствована. Разработчики внедряют в нее не только расписание и движение транспорта, но еще и геопозиционирование остановок. Также у департамента городского хозяйства появится возможность отслеживать исполнение муниципального контракта, заключенного с перевозчиками. В принципе, мы стараемся в течение квартала эти вопросы постараться максимально решить, потому что это и в наших интересах. Создание системы «Умный транспорт» однозначно полезное решение, которое стало еще одним кусочком пазла под названием «Цифровой муниципалитет». Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Сарово-24». 12 июня в День города и День России движение автомобилей по городу будет ограничено. Прайс транспорта запретят на проспекте Ленина, на участке от проспекта Мира до улицы Держинского. Кирпич здесь будет стоять с 9 до 14 часов. В новом районе движение ограничат с 15.30 до 20 часов на проспекте Музруково вдоль парка. Выбирайте пути объезда заранее. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В правительстве России определились с тем, как повышать пенсионный возраст. Как сообщает издание РБК со ссылкой на свои источники, Камбин склоняется к тому, чтобы повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Концепции реформы, по имеющейся информации, утвердят уже 14 июня. Большинство льгот по выходе на пенсию, например, доплаты военным или работникам вредных производств, планируется сохранить. Саров с рабочим визитом посетил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов. Вместе с коллегами он проверил ход строительства автомобильной дороги от 4 КПП до села Кременки. Вадим Власов поручил подрядчику устранить ряд технических замечаний и увеличить число специалистов, занятых на объекте. Министр указал на недопустимость срыва сроков контракта. Напомним, дорогу должны ввести в эксплуатацию не позднее 1 октября. В Сарове стартовал прием заявлений на целевое обучение в вузах-партнерах РФЦНИЕВ. Помимо самого заявления, школьникам необходимо предоставить резюме, согласие на обработку персональных данных, ксерокопию паспорта, а также по желанию результаты профориентационного тестирования. Документы принимают в 301 кабинете здания УСИС по адресу улицы Железнодорожная, 4. Там же ориентировочно 14-15 июня абитуриенты пройдут собеседование со специалистами Департамента оценки и развития персонала РФЦНИЕВ. Перечень вузов, которые заключили с Ядерным центром партнерское соглашение и бланки всех необходимых документов, опубликованы на официальном сайте Департамента образования. В Сарове продолжается фотоконкурс, который объявил сайт Саров-24. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо сделать селфи или любой другой снимок на фоне жилищного комплекса «Саровская ривьера» в районе Поймерики Сатис. После этого фотографию с хэштегом «Саровская ривьера» нужно опубликовать в социальных сетях или прислать на электронную почту info.sobaka.sarov24.ru до 15 июля. Победитель, которого определяют до 1 августа, получит электросамокат Сяюми. С наступлением теплого времени года жители нашего города и ближайших деревень часто отправляются в лес за грибами и ягодами. Бывают случаи, когда такой поход оборачивается трагедией. Человек настолько далеко заходит в чащу, что уже не может выбраться оттуда. Для того, чтобы не стать заложником подобной ситуации, наша съемочная группа решила выяснить, как необходимо себя вести, если вы потеряетесь, и что всегда необходимо брать с собой при походе в лес. Это может случиться с каждым. Как бы хорошо вы не знали местность и ближайший лес, все же нельзя исключать опасность и заблудиться. Поэтому, отправляясь за грибами и ягодами, необходимо взять с собой минимальный набор, который совершенно не отяготит, но поможет сохранить здоровье и спасти человеку жизнь. Нож, кусок веревки, запас воды, запас еды. Еда должна быть такая, чтобы занимало мало места, и в то же время она должна быть калорийной. Не забудьте взять спички, фонарик лучше налобный. Чтобы подавать звуковые сигналы, пригодится свисток. Конечно, первое, за что хватается заблудившийся человек, это мобильный телефон. Но не везде есть сотовая связь, поэтому экономьте заряд батареи. Позвоните близким и в службу спасения 112. Главное правило – не паниковать. Не нужно геройствовать, тем более ночью. Лучше оставаться на месте, принять меры к своему сохранению. Не нужно пытаться выбраться самому. Велика вероятность, что вы просто будете ходить кругами. Собираясь в лес, нужно одеться в яркую, приметную одежду со светоотражающими элементами. Это облегчит задачу спасателям, которые отправятся на поиски заблудившегося человека. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Начался прием заявок на участие во втором сезоне проекта «10 атомных песен», который реализуется в рамках программы «Территория культуры Росатома». Как и в прошлом году, госкорпорация организует в городах присутствие предприятия атомной отрасли съемки 10 клипов, в которых примут участие местные вокалисты и творческие коллективы. Первый сезон проекта «10 песен атомных городов» прошел с большим успехом. В записи клипов на известные российские хиты приняли участие исполнители из Заречного, Северска, Зеленогорска, Снежинска, Железногорска, Лесного, Десногорска, Озерска и многих других городов. Одними из участников творческого проекта из нашего города стали педагоги и воспитанники детской школы искусств номер два. «В проекте может участвовать почти каждый. У нас очень много здесь талантливых людей в городе. Проект как раз именно направлен на то, чтобы немножко породниться и городами за то». Города присутствия госкорпорации «Росатом» известны россиянам своими высокотехнологичными производствами и промышленностью. Второй сезон проекта «10 песен атомных городов» призван в очередной раз рассказать всей стране о том, что в небольших и закрытых городах живут творческие, талантливые исполнители и коллективы. Здесь объединились люди-любители, люди-профессионалы, которые преподают, которые связаны с своей профессией. Это огромная армия, более 400 человек. И мне кажется, что их еще больше. На официальном сайте программы «Территория культуры Росатому» уже открыто зрительское голосование за песни, которые в этом сезоне исполнят артисты из атомных городов. Также на портале можно подать заявку на участие в проекте. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. В Иксе завершился чемпионат России по самбо среди ветеранов. Он существует 14 лет и за это время стал представительным соревнованием для именитых самбистов. В этом году участниками чемпионата стали около 200 борцов в возрасте от 35 до 83 лет. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других городов страны. Чемпионом России стал саровчанин Юрий Пенегин. Спортсмен выступил в категории до 100 килограммов и выиграл в сухую все схватки. Подробности далее. Мастер спорта и неоднократный чемпион мира по самбо. Все эти титулы Юрий Пенегин завоевал уже в достаточно зрелом для спортсмена возрасте. Но заниматься борьбой он начал еще в школе. Тогда тренеры заложили в начинающего борца знания единоборства и научили соблюдать спортивный режим. Я до армии занимался только этим видом. А до этого пробовали и бокс, и легкую атлетику, и кучу кружков. То есть искали, где себя применить. Вот остановились на борьбе, у нас как-то потянуло больно. На очередных всероссийских соревнованиях спортсмен вновь подтвердил свой статус чемпиона. В городе Выксе прошел чемпионат России среди ветеранов весовой категории до 100 килограммов, где Юрий Пенегин одержал абсолютную победу. Удачно подготовился, подошел к этим соревнованиям нормально все. Две схватки провел. Организация понравилась очень. Народу было прилично приехали в этом году. По итогам чемпионата Юрий вошел в ветеранскую сборную России. На достигнутых результатах спортсмен останавливаться не собирается. Впереди Юрия Пенегина ждут новые чемпионаты России и мира. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. 12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. Во всех городах страны пройдут торжественные мероприятия и концерты. В нашем городе этот праздник отметят с двойным размахом. По традиции, 12 июня саровчане отмечают День города. Какую праздничную программу в честь этих событий подготовили для жителей в этом году, расскажем далее. Начать праздновать День города и День России. Активно и весело можно будет с утра. В 10 часов на площади Ленина начнется детский костюмированный велопарад. Также малышей ждут шоу мыльных пузырей, шоу на мотоциклах и ростовые куклы. Старшее поколение тоже сможет принять участие в костюмированном велопараде. Начнется он в 12.30. Участник в самом необычном костюме получает приз. Кто далек от спорта, не переживайте. Для вас подготовили музыкальную программу. В 11 утра там же на площади выступит военно-духовой оркестр 94-й, ордена Жукова, ордена Красной Звезды дивизии войск Нацгвардии. А в час дня Московская духовая кавер-группа. В новой части города празднование начнется во второй половине дня. В 15 часов на проспекте Музруково пройдут городские соревнования по автозвуку и автотюнингу, а также выставка авто- и мототехники. На стадионе Икар в это же время ждут всех любителей баскетбола, волейбола, мини-футбола, тенниса, шашек и других видов спорта. По традиции в этот день можно будет сдать нормативы ГТО, стать участником благотворительного проекта «Город единства непохожих». В этом году для саровчан подготовили и сюрприз. В подтрибунных помещениях Икара откроется фан-зона чемпионата мира по футболу. А уже в 16 часов в парке Зернова начнут работать игровые и творческие площадки «Мастер-классы». Здесь саровчан ждет презентация проекта «Уличный вернисаж», «Времена года», а также увлекательный квест. Завершится праздник в 19 часов пенной дискотекой. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.